Добрый день, меня зовут Анна Власова. Я более 20 лет занимаюсь менеджментом, стояла у истоков первой кафедры менеджмента в Украине. Итак, наша тема — формирование команды. Мы встречались с финансовыми директорами, и была та же самая тема. С ними было гораздо более интересно и предметно говорить, потому что они рассказывают какие-то свои конкретные ситуации, и мы можем обсуждать кейсы, каким образом эти команды складывались, почему так получилось. Если говорить для молодых и начинающих предпринимателей о формировании команды, то здесь гораздо сложнее. Поэтому вывод первый, который я бы вынесла на обсуждение — это тот, что пока не набьешь собственных шишек, пока не ввяжешься в бизнес, пока не попробуешь его начинать хоть с кем-нибудь, может быть, с друзьями, может быть, с одноклассниками. Вывода о том, что такое команда, не получится, потому что теория, она в данном вопросе, когда речь идет о поведении людей, работает очень плохо. И, тем не менее, есть некоторые теоретические наработки, которыми можно руководствоваться. Ну, например, я вам посоветую два теста, которые достаточно известны, их можно найти в интернете. А просто для того, чтобы вы, в первую очередь, проверили себя, протестировали себя и подумали, а вот вы сами командный человек или нет? Какие тесты, я скажу чуть позже. Начнем с того, что такое команда. Многие думают, что команда — это группа людей, работающих вместе для достижения общей цели. Вообще-то это определение организации, потому что команда — на самом деле это даже не столько люди, сколько отношения между ними. Как люди взаимодействуют, как они принимают решения, как они коммуницируют, как они убеждают друг друга, как они улаживают конфликтные ситуации. Это все вопрос команды. Поэтому команда — это скорее синергический эффект, который возникает от взаимодействия разных людей. Если синергии не возникает, а есть консенсус или есть что-то, компромисс, к которому мы пришли, то можно сказать, что команда не состоялась. От взаимодействия разных людей должен рождаться синергический эффект, то есть дополнительный эффект. Тогда команда состоялась. В команде должны быть разные люди, и мы должны научиться работать с разными людьми. Ну, например, если я руководитель этого бизнеса, а у меня есть бухгалтер или финансовый директор или продавец или закупщик, то эти люди разные. Они выросли в разных семьях, они имеют разное образование, у них разные ценности, у них разный профессиональный бэкграунд, то есть разный профессиональный опыт. Они мне нужны для того, чтобы они закрывали какие-то направления, какие-то функции, несли какую-то ответственность. Поэтому, с одной стороны, подбирать этих людей нужно по их знаниям и умениям, но, с другой стороны, для того, чтобы команда состоялась, нужно иметь все-таки какую-то общую платформу. Эта платформа обычно называется ценности. Ценности — это то, что нас связывает и делает команда. Это то, мы можем спорить до бесконечности о технологиях, мы можем спорить о процессах, у нас может быть разный взгляд на клиента, на сервис, как обслуживать этого клиента, но у нас должны быть общие представления о том, что такое жизнь, и зачем мы живем, и какой смысл мы несем, и чему мы служим. Вот ответы на эти вопросы должны быть все-таки общие, и это позволяет нам работать вместе, это позволяет нам достигать вот этой синергии. Второй момент очень важный в понимании, что такое команда — это процесс подбора в команду и процесс формирования команду. Это разные вещи. Вы можете найти этих людей, но процесс формирования, он не заканчивается с момента найма этих людей в команду или подбора этих людей, он продолжается постоянно. К команде могут присоединяться другие сотрудники, из команды могут уходить те, кто с вами начинал этот бизнес, но формирование команды — процесс постоянный, потому что постоянный процесс взаимодействия. Кроме того, проработав определенное количество времени, с людьми могут происходить разные внутренние метаморфозы. Ну, например, это называется, если просто сказать, закисание, то есть кто-то уже достиг своего потолка, кому-то неинтересно, кто-то теряет мотивацию, у кого-то жизненный цикл закончился, и ему нужно куда-то срасти, самореализовываться, или наоборот, ваш бизнес растет, а человек отстает. Поэтому процесс формирования — это не только подбор, это постоянная-постоянная работа со своей первой линейкой, с теми людьми, которые непосредственно вам подчиняются, с которыми вы общаетесь каждый день. Кто такой командный игрок или какие люди являются командными, какие не являются командными? Ну, согласно закону нормального распределения или кривой Гаусса, люди очень-очень-очень разные, двух одинаковых людей, наверное, в природе трудно найти. Поэтому одна крайность, можно сказать, процентов 10 населения земного шара — это люди, которые очень склонны к командной работе. Другая крайность совершенно не склонны. Нормальные люди при определенных условиях, которые вы создаете для своей команды, в определенном мотивационном климате, они склонны к тому, чтобы общаться, взаимодействовать, взаимообогащаться и помогать друг другу. Есть такой тест Мереди Белбина, его легко найти в интернете, пройти, где вы можете определить даже разные командные роли. Важно понимать, что в команде можно делегировать задания, задачи, цели или функции, но нельзя делегировать роль, потому что если человек в этой командной роли плох, то как бы вы ему не говорили, вот ты будешь организатором, а ты будешь работником, рабочей лошадкой, ты будешь новатором, это либо есть от природы у человека, либо нет, либо оно проявляется, либо не проявляется. Поэтому для того, чтобы была команда гармоничная, для того, чтобы она выдавала качественные продукты, например, стратегию, например, план действий, то команда должна быть гармонизирована с точки зрения вот этих ролей. То есть должен быть обязательно человек, который умеет организовать работу в команде, человек, который называется душа в команде, который может создать такую атмосферу, где легко генерировать идеи, где легко высказывать свои мысли, где комфортно раскрывать свой потенциал. Второй тест, который я бы посоветовала, это ФИРА-тест, F-I-R-O. ФИРА-тест — это основа межличностных взаимоотношений в организации. По этому тесту это больше психологический тест, поэтому тесту вы можете понять, есть ли у человека склонность к командной работе, потому что если у человека нет склонности к командной работе, это не значит, что вы его выгоняете с команды, это значит, что вы в командной работе больше внимания ему уделяете, это значит, что вы помогаете ему больше. И еще обратите внимание, когда вы будете смотреть на тест ФИРА и пройдете этот тест сами и с членами своей команды, Обратите внимание, что там есть люди с абсолютно разными психологическими склонностями. И там есть зоны конфликта, потому что если человек не любит, чтобы его вовлекали в командную работу, то в команде всегда может найтись человек, который очень любит кого-то затаскивать, вовлекать и делать частью своих планов. И обычно между этими людьми, особенно в ситуации стресса, возникает конфликт. Еще раз, это не значит, что вы не должны этих людей брать в команду и работать с ними в команде. Это значит, что вы как лидер этой команды должны понимать почву этого конфликта. Обычно такого рода конфликты называются «вы единого яйца не стоит». То есть нужно просто понимать, почему этот конфликт возник, и умело эти конфликты разруливать. Потому что это конфликт не за ресурсы, это конфликт не за власть, это конфликт не за полномочия. Это чисто психологический личностный конфликт, когда люди в условиях стресса проявляют свою сущность. Либо командную, либо некомандную. Кто-то в команде проявляет сверхпозитивные эмоции, так называемые помощники. Кто-то эмоции проявляет, наоборот, в виде критики. Особенно, когда эти два человека в команде схлестнутся, то это чревато тем, что вы не достигнете командных целей. Еще один очень важный момент. Команда все-таки является инструментом лидерства. Поэтому, допустим, если речь идет о каких-то простых процессах, структурированных, и у вас исполнители, то там команда, может быть, даже не нужна как инструмент управления. Там достаточно распределить задания, распределить ответственность, распределить полномочия, грамотно организовать процесс, создать условия для того, чтобы люди хотели это делать, подобрать таких людей. И вполне возможно, что команда в ее принципиальном смысле слова, в ее сущности, сути, она, может быть, там и не нужна. Там нужно просто научиться делегировать грамотно полномочия. Команда нужна тогда, когда задание звучит так. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Что делать, условия кризиса. Шеф, все пропало, клиенты не хотят, конкуренты забирают, государство не любит. И вот в таких условиях неопределенности, когда речь идет о стратегии, когда речь идет о завтрашнем дне, когда речь идет о том, какие новые проекты, какие новые продукты выводить на рынок, куда идти с этого рынка, с кем работать, с кем не работать. Вот в таких условиях неопределенности команда как раз очень хороший инструмент управления. Потому что здесь не принципиально, ты финансист или ты маркетолог, или ты бухгалтер. Здесь принципиально, что ты командный игрок, ты понимаешь какую-то часть своего процесса, какую-то часть функций. И ты можешь, работая в команде, сделать свой вклад в прогнозирование будущего, сделать свой вклад в предвидение этого будущего или в генерирование каких-то идей, как команда в целом будет поступать в этом будущем. Поэтому команда как инструмент – это достаточно узкий инструмент. Чаще всего он используется либо в креативных функциях, либо на уровне топ-менеджмента, когда речь идет о высокой уровне неопределенности. Там, где речь идет о бригаде, там, где нужен супервайзер хороший, там, скорее всего, команда как инструмент может быть даже и неуместна. Итак, мы с вами поговорили о командах. Самое главное в команде понимать суть команды и не ориентироваться просто на хороших профессиональных ребят. Второе. Очень важно понимать, есть ли у людей склонность к командной работе и не заставлять людей участвовать в командной работе, если они просто выполняют какую-то часть проекта. Третье. Очень важно понимать, что процесс формирования, он не останавливается. Это не просто подбор. Вот сколько вы будете руководить своей командой, столько происходит процесс формирования. Четвертое. Команда – это инструмент лидерства. Лидер – это тот, кто не поддерживает процессы, а тот, кто меняет эти процессы, тот, кто изменяет мир вокруг себя. Поэтому он всегда имеет дело с неопределенностью. И поэтому для него команда гораздо важнее, чем бригада для бригадира. Спасибо. Успехов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok